Такие оперативные совещания позволяют оценить ситуацию в Ленинском округе, выявить сильные и слабые стороны. Руководители подразделений отчитываются по всем жизненно важным направлениям – безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, спорт, культура, здравоохранение. Получили новый флюорограф, то есть это нам позволит выезжать на предприятие, проводить диспансеризацию, профосмотр, всех призываю активно участвовать в этом процессе. Появилась возможность проводить диспансеризацию не только прикрепленным людям, но еще к нашим больницам, но и всем остальным жителям России. Управление образования готовится отметить День учителя. Запланирован ряд торжественных мероприятий по чествованию педагогов. Также на этой неделе пройдет ставшая уже традиционной образовательная выставка «Поступи». Управление культуры анонсировало старт сезона народного театрального коллектива «Тэвид». Представители Совета депутатов округа продолжают благотворительную миссию по сбору и доставке гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. На прошлой неделе от нас уехал 13-й гуманитарный конвой под шептную дивизию. Все необходимое мы бойцам доставили, готовимся к следующей отправке. Также у нас на прошлой неделе был с рабочим визитом наш депутат Мособулдумы Владимир Петрович Жук. Мы побывали на нескольких объектах благоустройства, соответственно, пообщались с жителями. Глава округа Алексей Спаский акцентировал внимание сотрудников соответствующих служб на необходимость профилактической работы по противопожарной безопасности. Начинается осенне-зимний пожароопасный период. Жители активно начинают пользоваться обогревателями, соответственно, прогнозируется риск увеличения количества пожаров. У нас пожароопасный период уже не заканчивается, и весной трава горит, поэтому абсолютно точно нужно произвести разъяснительную работу, может быть, по территориям, либо в рамках выездной администрации. В целом ситуация стабильная. Впереди отопительный сезон, к которому все службы хорошо подготовились еще летом. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.